Стать студенткой факультета международных отношений престижного столичного вуза было для Марии Базаревича из Грайворона заветной мечтой. Теперь, считая девушка, это вполне реально. Благодаря этим курсам в знании языка Мария может дать фору любому англичанину. Я уже привыкла к английскому языку. Мне уже даже трудно иногда перестраиваться, когда я иду в магазин или когда общаюсь с друзьями, я могу даже заговорить по-английски иногда. Таких высоких результатов удалось добиться всего за неделю интенсивных занятий. С 10 утра и до 5 вечера с ребятами занимались педагоги из Великобритании. Это уже второй набор школьников со всего нашего региона в рамках благотворительной программы «Фонд поколений детям Белгородчины». Если в первую группу входили преимущественно призеры и победители городских и областных олимпиад, то во вторую смогли попасть все желающие. Необходимо было всего лишь пройти вступительные испытания, тест на определение уровня знания английского языка и устное собеседование с преподавателем. Но для «Фонда поколений» Андрея Скотча это далеко не первая благотворительная образовательная программа. Пять лет назад «Фонд поколения» выступил инициатором и направил победителей школьных олимпиад, наиболее успешных учащихся в Белгородской области, на обучение в Англию. И семь человек белгородцев обучаются уже на протяжении шести лет в Кембридже по различным специальностям. А совсем скоро будет презентован еще один совместный видеопроект «Школа иностранных языков «Интерлингва» и «Фонда поколения» – фильм о культурно-историческом достоянии Британии. С «Миром Белогории» мы выезжали осенью прошлого года в Великобританию и сняли очень большой материал, привлекли в качестве комментаторов фильма «Англичан». Это будет учебный фильм. Это учебный фильм на английском языке, который будет подарен всем школам Белгородской области. Русскую версию телепроекта зрители канала «Мир Белогория» смогут увидеть осенью. Наталья Войтенко, Евгений Кротов, телерадиокомпания «Мир Белогория».